Всем привет! Продолжаем наш дискуссионный видеоматериал, посвященный правовым дискуссиям в видеоформате в рамках проекта «Анатомия права». У нас в этом году перезагрузка. И напоминаю, что 9 февраля у нас будет дискуссия в 3 часа, посвященная цифровой гигиене. Мы об этом неоднократно говорили, но повторение – мать учения. И тем более с появлением различных новых сервисов цифровое мошенничество достаточно сильно растет. Но сегодня моя тема будет посвящена уголовной ответственности несовершеннолетних. И наконец-то я воплотила эту идею, когда я конкретно расскажу, за какие деяния наступает уголовная ответственность с 14 лет. По общему правилу уголовная ответственность наступает с 16 лет, но в исключительных случаях, о которых я сейчас буду говорить, уголовная ответственность наступает с 14 лет. Поздравляем, 14 лет получения паспорта, новые права и новые обязанности. Но тем не менее поговорим о такой недостаточно лицеприятной теме. Но тем не менее наши работы все-таки это профилактика. Итак, статьей Уголовного кодекса 20 указано, что возраст которого наступает уголовная ответственность. Это ответственность за убийство, статья 105. Умышленное причинение тяжкого и среднего вреда здоровью. Опять же, здесь можно обобщить такую характеристику, как умысел. И умышленно, да не по неосторожности, не по халатности, а именно у меня был умысел. Соответственно, здесь уже будет то самое отягочающее обстоятельство. Далее, похищение человека и преступление сексуального и насильственного характера. В том числе и изнасилование. Далее, такие преступления, которые могут носить совокупность. Статей грабеж, разбой, вымогательство с причинением тяжкого либо среднего вреда здоровью, либо с иными какими-то противоправными деяниями. Соответственно, здесь опять вступает у нас понятие совокупность преступления. Неправомерное завладение автомобильным или иным транспортным средством без цели хищения. То есть у меня именно умысел – это угон транспортного средства ради шутки, ради хулиганства, но без хищения, без какого-то такого еще экономического умысла продать, разобрать и так далее. Вот именно с таких хулиганских побуждений. Вымогательство – тоже отдельная статья. Наверное, мы об этом чуть позже поговорим, потому что она носит достаточно широкий характер, и нужны конкретные примеры. Об этом у нас будет тогда очень длинная лекция. Далее уже умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества при отягочающих обстоятельствах. То есть те самые обстоятельства, которые грозят другому человеку, угрозой жизни его и здоровью. Соответственно, здесь еще отягочающим обстоятельством может быть совершение преступления в сговоре, в компании друзей, и здесь уже будут различные роли преступной группировки. Как бы это страшно ни звучало, в уголовной ответственности, в уголовном праве данные деяния будут именно квалифицироваться именно так. Отдельная вообще такая деятельность – это терроризм, и в уголовном кодексе она прописана отдельными статьями, начиная со 205 и дальше уже 205.2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Но здесь уже будет участие в террористической деятельности, финансирование, прохождение террористической деятельности в целях обучения, участие в преступной и террористической организации. То есть здесь уже вот такое широкое массовое понятие, которое касается именно терроризма. Отдельная статья «Не сообщение о преступлении» тоже касается именно терроризма, но там есть определенные такие смягчающие обстоятельства, и вот эту статью как раз мы разберем отдельно в видеоматериале, но в дискуссиях мы, как и всегда, делаем на нее акцент. Захват заложника – заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Здесь именно, что ради шутки пошутили, не хотели идти в школу, позвонили по экстренному номеру и сказали, что школа заменивана, все. Какие штрафы? Штрафы за терроризм, мы об этом тоже говорили, достаточно большие, возрастают до 7 миллионов рублей. Поэтому вот ложное сообщение об акте терроризма – это уже уголовная ответственность. Участие в незаконном вооруженном формировании, участие в массовых беспорядках. Здесь вот такие статьи, которые могут нести угрозу населению в федеральном, региональном масштабе. Хулиганство при отягочающих обстоятельствах, о которых я чуть выше говорила. Соответственно, отдельно мы будем разбирать уголовный кодекс, и вот эти все смягчающие, отягочающие обстоятельства мы все-таки разберем именно в теории. Потому что мы понимаем, что теории вам недостаточно. Мы говорим всегда о примерах, но тем не менее, без теории, к сожалению, никуда. Передача, сбыт, хранение взрывчатых веществ. И отдельно, касаемо статьи о наркотических или потенциально опасных наркотических препаратов, здесь уже именно вымогательство данных препаратов, хищение и изготовление. Далее, статьи, касаемо международного такого масштаба. Это посягательство на жизнь государственного, либо общественного деятеля, публичные лица. И акт международного терроризма. Вот за эти статьи преступления уже уголовная ответственность наступает с 14 лет. Конечно, если он признан вменяемым психически, нет никаких психических отклонений. И, соответственно, понимал, что существует, осознавал, что существует умысел совершения преступления. Надеюсь, вам было понятно. Спасибо за внимание. И ждем вас уже на наших дискуссионных мероприятиях. Спасибо. Спасибо.